Здравствуйте! В эфире Большая область. Программа о том, что нас связывает помимо огромной территории. В студии Андрей Жилин. Сегодня выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Абстракционизм или авангард? Искусствоведы приглядываются к картинам, которые рисует хомяк Джесси из Коголыма. Не исключено, что скоро можно будет увидеть персональную выставку домашнего грызуна. Отпускная пора в разгаре. В ЦИОМ провел опрос ямальцев об их планах на проведение отпусков в случае отмены ограничительных мер. Опросились выше трех тысяч жителей округа. Выезд за пределы региона во второй половине июня планируют только 7% опрошенных. Остальные пока останутся дома. Телеканал «Ямал-регион» провел свое мини-исследование. Скажем сразу, выводы Всероссийского центра подтвердились. Ты поедешь куда-то отдыхать этим летом? Нет. Почему? Ну, из-за коронавируса. Да? Да, у меня еще маленький ребенок. Ага, понятно. Будешь в Салихарде? Да, отдыхать в Салихарде. Ну, пока дети в Тюмень. Ага. А я потом подумаю, куда дальше. Куда не поедем? С Салихарде будем отдыхать. Да? Да. С коронавирусом связаны? Конечно, конечно. Все поздавали, все никуда теперь не поедем. Все путевки погорели, все. Будем здесь плавать, отдыхать. Лето шикарное. В Катрамужах. Да? В городе Герой Катрамуж. Почему? А, потому что я там живу. А, никуда не поедете? Нет, не поеду. Нет? Нет. Боюсь. Что нет? А? Вдруг заболею. Откровенно говоря, в нынешние времена вряд ли итог ямальского отпускного опроса вызывает удивление. Примерно одинаковая картина по всей стране. Одни опасаются за здоровье, у других нет денег на путешествия. При том, что зарубежные перспективы выглядят туманными, чиновники различного уровня вновь говорят о необходимости развития внутреннего туризма. На том же Ямале уже предлагают экскурсии, рыбалку и сплавы. Если не боятся северного гнуса, вполне себе вариант. Экзотика. Ну а там, где потеплее, продолжают в режиме пандемии готовиться к пляжному сезону. Этим летом в Югре планируют открыть 20 пляжей. В Нижневартовске, Лангипасе, Радужном, Новоаганске, Белоярском и Октябрьском районах два пляжа в Мегионе, по три в Советском и Кандинском районах и шесть в Нижневартовске. Сейчас они еще только проходят проверку на соответствие нормам безопасности. Но ситуация пока не благоволит к открытию купального сезона. А вот навигация идет полным ходом. В рейд по водоемам Нефтьюганского района вместе с инспекторами ГИМС отправилась корреспондент телекомпании «Седьмой канал» Анна Курбанова. Казанка моя, так с любовью, вот уже почти 20 лет обращается к своему судну Александр Никифоров. Недавно он обновил краску и теперь заново наносит номера. Это одно из обязательных требований законодательства. А их судоводитель с 40-летним стажем знает на зубок и относится со всей серьезностью. Ну, во-первых, нужно пройти техосмотр. В техосмотре там все указано, что нужно черпак, жилеты спасательные. Вот у нас такие спасательные жилеты на каждого члена и даже есть на детей, на маленьких. И если для Александра Петровича навигация уже началась, то эти судовладельцы впервые собрались спускать лодку на воду. Новоприбывшие еще с берега привлекли внимание инспектора ГИМС. С 25 мая в округе стартовал месячник безопасности на водных объектах в летний период. Цель не только взять на особый контроль несанкционированные места отдыха у воды, но и проверить наличие спасательных средств у водителей маломерных судов. Без весел нельзя. Аптечка должна быть. Должна быть флаг-отмашка, потому что мало ли что случится, кого-то привлечь. И обязательно конец Александрова – тонкий корабельный трос для спасения утопающих. Отмечу, что с прошлого года, когда штрафы для судовладельцев выросли в 10 раз, многие изменили свое отношение к обязательным требованиям и стали следовать букве закона. Теперь редко встретишь лодку, которая не оснащена всем необходимым. У нас больше 2600 зарегистрированных судов в городе и в районе. Каждый судоводитель, каждый судовладелец должен прежде всего думать о своей безопасности, о безопасности тех людей, которые находятся с ним в лодке. В регион наконец-то пришло не только календарное, но и климатическое лето. Значит, работы у инспекторов ГИМС прибавится. Патрулирование акватории и мест массового отдыха – разъяснительная работа среди населения. И что скрывать? Уже сейчас приходится объяснять детям, что им без сопровождения взрослых у воды делать нечего. Тем более в период самоизоляции. Анна Курбанова, Владислав Береговой, Седьмой канал. Для одних в самом разгаре отдых, для других – работа. Большой ремонт ждет этим летом дорожную артерию, соединяющую Новую Рингой и город Карачаево. За короткое северное лето дорожным строителям предстоит заменить километры асфальтового покрытия, возвести новые мосты и выпрямить особо опасные участки трассы. С подробностями корреспондент телекомпании «Ямал-регион» Виктория Воронецкая. Каждая установленная плита приближает долгожданный момент для автомобилистов. Дорожное полотно на отрезке автодороги на Рингой и Карачаево ждет обновление. Сейчас бригады рабочих обустраивают временные объездные пути на месте строительства мостовых переходов. Это позволит обеспечить беспрепятственный проезд по трассе. Во время строительства используют дарнит. Специальный геотекстиль кладут под плиты. Он не пропускает влагу, а значит осадки теперь не страшны. Протяженность этого временного объезда 352 метра. За 10-часовую смену дорожные строители успевают установить 48 метров барьерных ограждений. Здесь важна работа в команде. Как только одна бригада завершит свою часть работы, тут же передает эстафету в следующий. Там тоже идет демонтаж мостов уже. Ну, видели, наверное, по дороге. И как освободятся, сразу же приступят сюда, на демонтаж этого моста и укладку водопропускной трубы. Безопасность превыше всего. Режим повышенной готовности сказался на внешнем виде дорожных строителей. Медицинская маска стала обязательным атрибутом экипировки. Среди нововведений появились и новые правила приема на работу. Прибывают обязательно с отрицательным тестом в проходе этого дома. Мы компенсируем прохождение этого теста. Поселяем на 14 дней в обсерватор. После 14 дней сдают повторный тест. Значит, у нас заключены договора с пяти клиниками в городе Новоуренгой. И уже по получению отрицательного результата непосредственно направляются на строительные участки и приступают к работе. Лето – горячее время для дорожников. За несколько месяцев необходимо сделать максимальный объем работ. Масштабный ремонт автодороги Новоуренгой-Карачаева идет по графику. Только на этом участке заменят 34 километра дорожного покрытия. А сдать объект планируют уже в конце этого года. Виктория Варнецкая, Иван Гавриленко, Наталья Колесникова. Новоуренгой. По данным Национального союза защиты прав потребителей, за весенние месяцы продажа водки в России выросла почти на 10%. Истину в вине упорно продолжают искать и тюменцы, особенно те, которые вырвались на свободу приусадебных участков. 10 пьяных водителей только за одну ночь поймали в Тюмени сотрудники ГИБДД. Еще одного обнаружили пакет с белым порошком. Секрет прост. Местная госавтоинспекция взяла под особый контроль дачные поселки и садовые общества. А в пригородах Тюмени все что угодно найти можно. В рейде с инспекторами побывал корреспондент Тюменской службы новостей Николай Смирнов. Приказ вступить на окрану общественного порядка на служебной территории города Тюмени Тюменского района. Соблюдать культурное веже и обращение к гражданам, меры личной безопасности. Вольно по маршрутам. Шесть экипажей спецзвода ДПС приняли участие в операции «нетрезвый водитель» в ночь с пятницы на субботу. По две машины они разъехались по ближайшим поселкам и дачам. Первый же нарушитель попытался скрыться от инспекторов на скутере. Причина побега ясна. Проведенная на месте экспертиза подтвердила слова водителя. Еще один нарушитель скрылся в лесу. Причем когда понял, что от погони ему не оторваться, бросил машину и убежал пешком. Единственным напоминанием о нем стали потерянные в траве тапки. А в это время на дороге, ведущей в деревню Мулаши, инспекторы остановили Субару. Из окна которой сразу же вылетел пакетик с белым порошком. Задержали и водителя, и четверых пассажиров. Вещество порошкообразное является или инспектическим средством? Ну говорите как есть. Вопрос задал. Вопрос задал. Вопрос задал. Кто выкинул? Ваше? Ваше можете? Нет. Ваше? Вещество ваше, нет? Мое, скажем. Нет, вы говорите. Я говорю как есть. Тут уже дело более чем серьезное. Грозит несколькими годами лишения свободы. А вот на несколько суток за решетку едва не отправился пассажир тонированной машины. Ему очень не понравилось, что инспекторы замеряют свето-пропускаемость стекол. Женя! Ведите мне руки. А эту часть отдадите. Я ухожу. Женя, сядь в машину! Соронку отдадите. Я ухожу. В машину, говорим, сядь. Ведите мне руки. Соронку отдадите. Жене объяснили, что за препятствиями действиям сотрудников можно быстро оказаться под арестом. К счастью, молодой человек вовремя одумался. Произошло недопонимание с сотрудниками ДПС. Все объяснили, разрешили. Претензий никаких не имею. Готов пожать руку. Всего только за одну ночь инспекторы спецзвода задержали 10 нетрезвых водителей в Тюмени и Тюменском районе. Николай Смирнов, Тюменская служба новостей. Банально, конечно, но готовь сани летом. На севере это знают очень хорошо. В Нижневартовском районе, в Ларьяке, начали проверку и ремонт оборудования местной котельной. Кроме того, коммунальщики обновляют сети тепла и водоснабжения, а также ведут работы на водоочистном комплексе. Подробнее корреспондент телевидения Нижневартовского района Дарья Макеева. Виктория Бондаренко живет в Ларьяке всю жизнь. Девушка говорит, мысли о переезде никогда и не возникало. Ведь в родном селе есть все, что нужно. Магазины, школа, детский сад, благоустроенные дома с современными детскими площадками, централизованным отоплением и чистой водой. В этом доме я живу уже около года. Нареканий никаких нет. Дома зимой тепло, вода хорошая. Сейчас Ларьякская котельная отапливает порядка 70 тысяч квадратных метров. С каждым годом эта цифра увеличивается. Ведь, несмотря на отдаленность села, идет строительство нового благоустроенного жилья. Чтобы обеспечить все горячей водой и теплом, в котельной работают три современных и экономичных котла объемом порядка 8 тысяч литров каждый. На подготовку всего оборудования к новому отопительному сезону требуется около месяца. В течение этого времени специалисты ЖКХ выполняют большой фронт работ. Чтобы осенью тепло в каждый дом пришло вовремя. Мы сделали зачистку дымогарных труб, промыли котлы каустической содой, полностью все подготовили, провели ревизию. В данный момент мы провели ревизию дневного оборудования, сняли манометры из котлов. Спасибо Борису Александровичу. Нынче устанавливают котел новый. Старый уже пришел негодность, 10 лет свое отработал. И по производительству более маленький такой, не хватает больше силы. Поэтому нынче нам хотел новый установить лаварт. Владимир Прасин уверен, появление нового современного автоматизированного оборудования позволит улучшить работу котельной и в будущем обслуживать большую площадь жилья. Впереди у специалистов немало работы. До начала августа необходимо отремонтировать задвижки сетевых насосов, сделать промывку сетей тепла и водоснабжения. Чтобы в осенне-зимний период избежать аварии и повреждений, специалисты ЖКХ заранее проведут тестовый запуск котельной. Дарья Макеева, Эдуард Шарапов. Телевидение Нижневартовского района. Ларьяк. Это Большая область. Мы продолжаем. И вот что вы увидите далее. Квартирный вопрос. В Сургутском районе 70-летняя пенсионерка вступила в конфликт с властями из-за своего разваливающегося жилища. Абстракционизм или авангард? Искусствоведы приглядываются к картинам, которые рисует хомяк Джесси из Коголыма. Не исключено, что скоро можно будет увидеть персональную выставку домашнего грызуна. 70-летняя пенсионерка из поселка Барсово Сургутского района требует от администрации поселения квартиру. По словам югорчанки, ей обещали ее несколько лет назад, но так и не дали. Сейчас она живет в аварийном доме. А вот местное самоуправление считает, что женщина искажает факты и сама виновата, что ее дом так разрушен. Обе стороны конфликта выслушал корреспондент телекомпании Сургутинформ-ТВ Евгений Неупокоев. Стекла все ушли в завалинку. Там все сгнило. Оконной рамы нет. Форточки тоже нет. Закрывается вот так, вот так вот всю зиму, вот здесь. Теперь вот тут вот льется на батарею и на основную трубу горячую она уже там свистит. Наталья Жильцова, жительница поселка Барсово, утверждает, что так она живет уже много лет. Со слов пенсионерки, сотрудники поселкового ЖКХ отказываются решить ее проблему. Я сегодня звонила ему с утра. Вы придете крышу делать? Вы обещали. Почему вы не приходите и крышу не делаете? Вы мне можете объяснить причину? Ничего не говорят. Абсолютно молчу. Все. Так вот и останусь вот при своих интересах, вот так вот мучиться. Для меня это долгая и мучительная смерть. Понимаете как? В таких условиях жить нельзя. В администрации Барсово придерживаются другой точки зрения. Со слов главы поселения, пенсионерки не раз предлагали провести силами ЖКХ, поддерживающий ремонт в доме. Но она отказывается. К слову, у соседей его сделали без проблем. Она в целом не допускает к ремонту, то есть она требует нового жилья. Напомню, что это квартира ее собственности. И она также, как и муниципалитет, обязана соблюдать за ее целостной сохранностью. Но у нее есть разрушение внутри квартиры, которое она никаким образом не соблюдает. То есть дом разрушается еще изнутри. То есть сознательно его разрушают. Неоднократно выходила комиссия. Недавно была комиссия, когда пытались к ней попасть, но она сослалась на пандемию. Говорит, я вас домой не пущу. В этой истории теперь придется разбираться администрации Сургутского района. Жительница утверждает, что ее не так поняли. Что она не отказывалась от ремонта, а лишь спорила о том, на что лучше потратить деньги. Мол, работы на миллион, так лучше сразу квартиру купить. Комиссия же не может оценить всю картину разрушений и соответственно рассчитать, сколько денег на это потребуется. Кроме этого, сотрудники администрации выяснили, что у женщины уже есть благоустроенное жилье в Сургуте. На нее оформлена гостинка. Пенсионерка уверяет, что это не ее жилплощадь, что она просто помогла своему знакомому ее оформить. Журналистам ЖСТВ пенсионерка рассказала, что эту квартиру отдаст внучке, которая скоро к ней приедет. Я не буду же в студии находиться с молодыми. Там одна кровать стоит, диван такой большой раскладывается. Им нужно строить свою семью. Возможно, у нее скоро появится ребеночек. Где мне туда соваться, если там комната 12 квадратных метров? Не до конца ясен и вопрос об экстренности ремонта. Женщина утверждает, что ее жизнь под угрозой. Согласно ее заявлению, мы же тоже планируем программу ремонта. Мы выезжали для того, чтобы оценить и осметить эти работы. Составляют акты о непроживании, потому что ее в этом помещении не было. Сейчас бабушка начала устраивать возле поселковой администрации одиночные пикеты. Она жалуется на невыносимые условия и требует от администрации квартиру. Но там остаются непреклонны. Как заявляют чиновники, все будут получать по очереди. Дом Натальи Жильцовой признан аварийным. И согласно спискам, она получит свою жилплощадь по графику. Как сказал глава Барсова, если не будет сокращено финансирование, то уже в конце года у женщины будет еще одна квартира. Ну а тем, у кого с жильем все в порядке, можно подумать и о благоустройстве. Нижневартовск расцвел. Причем в прямом смысле этого слова. В этом году город украшен просто огромным количеством цветов. Тем более погода благоприятствует. Такой ранней весны и жаркого начала лета не припомнят даже старожилы. О том, что там теперь растет на клумбах города, корреспондент телекомпании «Самотлор» Эльмира Казанина. На смену весенним тюльпанам пришли сальвии, агератумы и бархатцы. Самые неприхотливые в наших условиях цветы создают красоту на улично-дорожной сети города. Нижневартовск наполняется яркими красками. По всему городу вдоль проезжей части специалисты управления по дорожному хозяйству и благоустройству начали оформлять клумбы и висячие кашпо. В этом сезоне город украсит около 40 тысяч цветов. Это у нас и клумбы, это у нас и вертикальное озеленение, это у нас также украшение будет площади нефтяников. Но у сотрудников более 20 человек. Чтобы более ускорить этот процесс, будем работать с продленкой. Первыми город преображают тюльпаны. Их яркие и сочные бутоны распустились на клумбах уже в период майских праздников. За ними идет однолетняя рассада, долгоцветущая гератум, огненно-красная сальвия, петунии всех цветов радуги и, конечно, бархатцы, апельсинового и лимонного оттенков. Семена растений начинают сажать в городских теплицах еще в январе. Затем адаптируют их к перепадам температур и ветру. Чтобы цветочная композиция обрела форму, на клумбах сначала прорисовывают схему, затем приступают к высадке. Композиции никогда не повторяются. У нас будут перекрестки Омска-Чапаева. Вот сейчас мы садим Чапаева-Ленина, также по Ленина у нас клумбы, Маршала Жукова-Ленина, площадь Нефтяников. В этом году у нас будет увеличена площадь на улице Пикмана. Были у нас клумбы Мусы Джалиля-Пикмана, теперь у нас еще и в районе зоны отдыха. Чтобы к моменту посадки цветы распустились, учитывают сроки рассады. Саженцы выращивают с запасом из-за выхода квандалов. Нередко озеленителям приходится делать дополнительную высадку, чтобы восстановить форму испорченных композиций на клумбах. Просто срывают в букеты и все. Срывают, срезают. Некоторые срывают и бросают. Украшать улицы коммунальщики будут постепенно. Сегодня клумбы высадили на перекрестке улиц Чапаева и Омской. Завтра заиграет яркими красками кольцо на стыке Ленина и Чапаева. Эльмира Казанина, Ирика Абдулга, Нефть, телеканал «Самотлор». Видеонаблюдение, электронная база данных, инвентаризация. Все это будет на кладбищах Тобольска. В городе решили навести там порядок. О том, как это все будет выглядеть, корреспондент телекомпании «Тобольское время» Анастасия Терехова. Шесть городских кладбищ теперь находятся в ведении Центра городских услуг. Недавно созданное муниципальное учреждение начинает масштабную работу по приведению мест захоронения в надлежащий порядок. Особое внимание уделяется завольному кладбищу как объекту культурного наследия. Здесь расположено 13 могил известных людей. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для предстоящих реставрационных работ. Иногда бывает, правда, стыдно показывать гостям города знаменитых захоронений, знаменитых людей, которые жили, трудились на поприще города Тобольска. Или те, кто жил здесь или родился, как, например, Петр Павлович Иршов. Могилы прославленных людей не только ветшают от времени, но подвергаются нападкам вандалов. Например, вот на могиле одного из декабристов был сбит крест лет 10 назад. Прихожане собрали деньги. И вот Азбестовый теперь уже, крест мы можем увидеть на этой как раз на могиле. Хотелось бы, чтобы вернуть как раз на чугунное изображение креста. Разработан режим посещения зимой с 10 до 16 часов, летом с 8 до 18. Войти на территорию можно только через центральный вход. Въезд разрешен лишь к катафальному транспорту, а также лицам с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто старше 60 лет, сопровождающими. Теперь пост охраны будет проверять пропуска. Установят на завольном кладбище и шесть камер видеонаблюдения, в том числе с функцией распознавания лиц. Понятно, что теперь это, если это объект культурного наследия, то понятно, его нужно совершенно по-другому и оберегать, и охранять. Поэтому, ну, то, что там проходной двор был, конечно, такого режима больше не будет. Здесь планируют установить информационные стенды с правилами посещения, телефонами смотрителя, а также с указанием режима работы. Захоронения на завольном кладбище не осуществляются с 2013 года. Исключение делают для семейных захоронений. Скоро на Тобольских кладбищах не останется бесхозных могил. Здесь будет проведена масштабная инвентаризация. Каждую могилу сфотографируют, архивные данные оцифруют и внесут в электронную базу данных. Неопознанные могилы без имени и фамилии будут признаваться бесхозными в судебном порядке. Если спустя два года после выставления аншлага могилу не поведут в порядок, земельный участок обретет первоначальный вид. Сейчас идет полномерная работа по устранению многолетних свалок. Вывезено уже порядка 900 кубометров мусора. Идет и обрезка сухостойных деревьев. Эта работа очень серьезная, очень тонкая, потому что, понимаете, к нему же не подъехать. Это все ручная работа. Это даже вот, чтобы срубить большое дерево, это нужно строить такие леса. И практически альпинистская работа там по кусочку спиливать сверху дерево. Тобаляки уже замечают, что кладбище начали меняться к лучшему. Анастасия Терехова, Ярослав Прохоров, Михаил Куричко. Тобольское время. Тем временем, животный мир большой области продолжает радовать и удивлять всех окружающих. Когалым стал местом рождения четвероногих деятелей искусства. Помимо ставшей известной на всю Россию поющей собаке-блогера, в городе теперь живет хомяк-художник. Хвостатого авангардиста зовут Джесси. Первым посмотрел на ее полотна корреспондент медиахолдинга «Западная Сибирь» Никита Рогозин. И всего 14 дней. Кого-то кроме своих видит впервые. На незнакомцев с телекамерой Джесси не реагирует. Она в объятиях музы. Пишет очередное полотно. Творческие задатки у грозуна объяснить легко. Живет он в семье художника. С чего это все началось? Ну, так как я художник, пишу портреты и днем, и ночью. Поэтому не только портреты, но и картины на заказ. И так получилось, что он случайно попал ко мне на стол рядом с красками лежащими. Прошел, так сказать, ну, наступил, наверное, так нелепо на мою краску. И получился первый оттиск его следов. Теперь Джесси ступает на тропу живописи ежедневно. У хвостатого Ван Гога уже прослеживается свой авторский стиль. Вообще я предпочитаю три основных оттенка. Это желтый, синий, красный. Три основных оттенка, из которых создана вся наша гамма цветовая. То есть весь мир цветовой. Это всего лишь из трех цветов. Наполняю ей три цвета. И она сама там смешивает. Где-то бордовый у нее оттиск получается. Где-то голубой. А еще я добавляю белый цвет. Что дает более такой пастельный цвет к остальным оттенкам. Татьяна Хусендинова не исключает, что вдохновить Джесси на новый шедевр могут и другие четвероногие обитатели этой квартиры. Коты, уголек и масяни относятся к хомяку-художнику, как к владшей сестре. Опекают, воспитывают. Кстати, общительности им не занимать. Умный, умный кот. Он никогда на стол не завязать. Скорее всего, все лето Джесси проведет творчество. Ведь на осень большие планы. Давайте прямо сейчас небольшой такой живописный эксперимент проведем. Из чистого листа Джесси нам подарит очередную свою медленку. И не проходит и нескольких минут, как картина готова, согласитесь, с такой творческой мобильности. Позавидуют многие художники. Как мне сказал человек, который этим профессионально занимается, Татьяна, что этот стиль больше винтажный. Я считаю, что винтажная хомячая выставка такое возможно только в культурной столице Югры. Никита Рогозин, Николай Гаркуша. Специально для новостей. Такое увидела уходящую неделю творческая группа программы «Большая область». В студии был Андрей Жилин. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова